МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер! Меня зовут Хосе Алиф. Я веду рубрику «Медицина и психология» на телеканале ТВ «Право». Хотел сказать о том, что именно человечность может объединить всех людей и, самое главное, создать науку человечности, потому что научно-технический прогресс всегда обгоняет эволюцию в развитии самосознания человека, как человека человечного. Да, и вот у меня там в школе «Человек будущего» мы определяем понятия, что такое сопереживание, что такое любовь, что такое дружба, что такое чувство бесценности живого, что такое созидание. Это очень важно, потому что эти понятия такие расплывчатые, они то в религии, то в искусстве, то в художественной литературе, то в кино, то в театре. А науки такой с чёткими определениями, признаков, человеческих качеств, пока нет. И поэтому происходит невзаимопонимание людей друг от друга и разобщение людей, потому что кто-то понимает мир так, кто-то понимает так, люди делятся между собой, потому как они как бы внутри одинаковые, одинаковые, и природа у них единая, потому что законы единые. А на самом деле, когда разговаривают, общаются, каждый понимает по-своему, в меру своего развития, в меру компетенции, в меру отношений к жизни, в меру того, в какой ситуации в данный момент он находится. Либо он находится в ситуации выживания, либо когда у него эта выживательная сторона жизни как бы обеспечена, и есть у него завтрашний образ будущего, то он уже может созидать, потому что энергия мозга уже расходуется не только на то, чтобы выжить. Внимание немножко шире становится. И вот там много участников из разных стран мира, и мы пытаемся вместе определять эти важнейшие понятия, что значит человечность, потому что, оказывается, и любовь, и сопереживание, и созидание, эти понятия, они в человеческом качестве взаимосвязаны как монолит. Это просто разные грани. И в зависимости от того, какую грань мы начинаем раскрывать, то появляется, например, одна сторона вопроса жизни, если открываем другую грань, другая сторона жизни. Вот сейчас мы пытаемся выделить, что же главное, вот сама суть человечности. И вот в ответ на этот вопрос мне прислали ответы. И один из них такой. Вот послушайте. Сопереживание. Это вхождение в ситуацию, в которой оказался человек, желание, чтобы всё исправилось в лучшую сторону. Моральная поддержка. То есть сопереживание. Это как раз таки, вот это, видимо, одна из ключевых моментов. Одна из сторон важнейших этой человечности, как качества. Сопереживание. И вот, что здесь дальше написано. Человечность – свобода, облечённая в добродетель. Такая мысль понятна, например, для христиан. Хотела сказать, что свобода – это не делай, что хочешь, а в доспехах – добродетели. То есть такое определение человечности будет понятно для христиан. А вы, Хосе Магомедович, можете подберёте определение, которое будет понятно и для мусульман. А может, третий подберёт определение, понятное и для буддистов. Вот так объединимся человечностью. Как вы сказали, единый язык. Да-да-да, именно это мы создаём, международный единый язык, который понятен, как наука, понятен любому человеку. И штангисту, и шахматисту, и министру, и таксисту. Написала это от Радного Алина Евгеньевна. Я очень благодарен. Пишите, пожалуйста, вот такие комменты. Давайте определять. И когда мы совместно определяем эти понятия, то есть вот то, что наше состояние, как говорится, душа, она безмерная, бесконечная, хочет любить, творить, созидать, дарить, сопереживать, конечно, чтобы довести через определение этих понятий совместно до уровня нашего сознания совместного. Вот следите за логикой. То есть, чтобы разум наш был как раз-таки вооружён этим языком, чтобы мы могли и понятно говорить друг с другом. Я думаю, так. Это очень важно сегодня. Важно именно в эпоху перемен, когда все находятся в столкновении с неизвестностью. А неизвестность включает инстинкты самосохранения, сужает сознание именно на выживании. А нам уже надо преодолеть это расчеловечивание, чтобы мы вместе созидали. И вот это будет единый язык для всех, понятный. И поэтому мы победим все эти коронавирусы, и всё это расчеловечивание, и изоляцию людей друг от друга. Вместе мы в силу. До встречи, друзья! С вами был Хаса Илеев, ведущий рубрики «Медицина и право» телеканала ТВ «Право», да? Ну, до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ТВ